ты кто вообще почему так долго это делал должен был бы наш строитель а почему так долго работал не знаю ну да ладно сейчас мне просто грандиозных строек нету поэтому я не заморачиваюсь на эту тему если вдруг что-то нужно будет грандиозные срочно строить до у нас будет не хватать прям рабочих рук то мы как раз сможем в любой момент приступить именно такого рода деятельности так назначаем работы все нашим строителям теперь есть чем заниматься и здесь я тоже хочу сделать все таки полы из блоков ну что я потерял при этом да конечно у меня некоторые гномы там были более прокачаны в чем-то а потихонечку мы обуваемся это тоже очень хорошо так здесь хранится что-то не то чего чтобы я хотел давайте-ка уберем отсюда хранение паддингов то есть они должны у нас хранится именно там где им положено хранится такие запчасти тоже давайте по убираем так я почему-то а ну да естественно сейчас построил наконец-таки свои первые участки горячий цех горячего производства и давайте закажем еще несколько для работ по металлу а именно очень важный weapon smith и мастерскую по металлу которая будет работать именно с броней бронник оружейник бронник заказан и конечно для полного счастья не хватает еще 2 мастерских здесь поставить это который связан с работой с металл воркер давайте их сразу закажем все таки и мастерская по обжигу вот пожалуй все мастерские у нас уже построены здесь так что за непорядок у нас здесь слишком как-то не все хорошо не все сладко да у нас теперь появилось много шлящихся персонажей поэтому иногда должны просматривать кто у нас что называется пинает балду так ну вроде конечно балду пинающим есть так и наверное начнем заниматься еще такими вещами как нарезкой саженцев именно нашей горе то есть за зиму мы можем как раз заняться этим потому что я не хочу никаким образом вылазить наружу то есть гора теперь всю зим всю зиму я буду зимовать именно внутри горы и на горе засечен был рак это его проблема и вот так вот я потихонечку начинаю задавать такие задания чтобы чтобы мои гномы работали это на самом деле им только на пользу пойдет потому что гномы в таком случае будут прокачивать кроме непосредственно навыков до 8 вот если мы гному но вы будет именно просто обстригать постоянно огромные площади именно деревьям да не будет качаться навык там скорость если ошибаюсь и поэтому не будет быстро бегать поэтому на самом деле гномам полезно заниматься такой деятельности как обстриганием так ну что ж посмотрим как у нас дела идут вполне сносно кстати строители справляются пожалуйста вот уже построили все в принципе да имеет смысл заниматься именно в таком режиме домом делами да конечно немножко плохо что я снес столовую но с другой стороны какая-то столовая господа гномы это не столовая по сути дела это просто грит холл мы можем просто сейчас обозначить это обозначить уже такой маленький грит холл пока что чтобы мы просто видели если что что у нас гномы запинают балду вот то есть то достаточно посмотреть на эту точку и все нам будет ясно ага у нас гномы не делают какие-то чего то есть кто-то остался свободным хотя с другой стороны просто можно просто нажимать поплэйшин смотреть идут тоже дело так и давайте здесь тоже кстати говоря дадим задание по срыванию холл ну чтобы наш шахтер тоже что-то там делали как-то мне кажется вот такие вот пролеты когда вниз видно что что там внизу что-то еще есть да не как-то более эстетично смотрится и более красиво что вот там ниже этажом что то есть по моему так лучше а если потом можно будет поставить стенки но сейчас мой мое внимание сосредоточено конечно на столовой на уровне со столовой так и давайте иногда время древними нужно все время следить за тем что здесь были вообще такие вещи как солома потому что залог того что наши гномы будут выживать так каких саженцев не хватает яблочных и апельсиновых давайте попробуем поискать если у нас яблоки еще а вот как минимум апельсины я вижу и поэтому давайте нарежем саженцев с них конечно то не яблоки яблок на горе к сожалению нету да да яблок на горе у меня нету ну чтож печально ничего но ничего поделать с этим я не могу остается только лишь вот такие вот кучу кучу заданий надавал все нарезайте саженцы свое удовольствие о гоблин медведь загрыз гоблина если бы он еще не трогал наши гномов процессе то я бы конечно бы сказал бы хороший медведь но как я знаю что если он вылезет мы вылезем то он точно также загрызет и наших гномов поэтому нет уж медведь ты не хороший но спасибо тебе за заботу о гоблинах и вот так вот мы зимуем уже пятый день зимы зимуем и зимуем у нас что закончился боксит нет видимо все строители засну спят все спят так 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 соломы конечно я набрал я боюсь что этого тоже может не хватить и поэтому конец уже зимы смотри у нас четыре животных это означает что они будут у нас в день потреблять где-то по одной соломине то есть сейчас получается у нас примерно на три дня то есть до восьмого дня зимы всего у нас 12 дней то есть да однозначно некоторое количество времени мне придется уже опять начинать урезать свои земляные наделы так и мне надо придется где-то придумать еще одну пашню я же он будет у нас располагаться хочется сделать чтобы она была и красиво как-то и не давайте осмотрим нашу гору еще раз а почему будем здесь не расположить пашинку почему бы нет единственное что бил трен но чтобы сделать все эстетично мы хотим чтобы у нас вот это здесь начиналось но при этом не слишком низко да вот на этом уровне начнем наши первый первый задел подготавливать а кто нас еще строит так кто-то в какая-то профессия еще еще занимается строительством давайте проверим вот кадр а лесорубы нет лесорубы спасибо вы не строители извините все теперь строительством занимается только строители на самом деле недостаточно быстро прокачать свой навык и начнут делать все очень быстро из на что конечно когда массивные стройки будут какие-то это будет немножко проблематично а так подозреваю что серии уже слишком затянулась всем спасибо за просмотр счастья вашему дому пока пока с вами был ренор